Добрый день, приветствую вас на 252 выпуске на доске. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о заголовках. И не просто заголовках, а о английских заголовках, что более приятно и более интересно. Итак, что мы знаем о заголовках? Заголовок это кинг. Вы должны запомнить, потому что если ваша целевая аудитория не поведется на заголовок, все, все пропало, ваш контент никому не нужен. Поэтому обращаем на это внимание. Итак, первое, что делает заголовок, это апеллирует к своей аудитории. Итак, апеллируем к нашей аудитории. Самые лучшие заголовки, которые мы можем, могут апеллировать к аудитории, это how to. Которые начинаются, как сделать что-то. How to make money online, например. Или how to travel abroad without no money. Как путешествовать без денег. У нас всегда присутствует obstacle, это преграда. How to, потом преграда. А потом, то есть мы можем путешествовать и без денег. Но, обращаю ваше внимание, что далее контент должен быть согласован с самим заголовком. Потому что очень часто мы читаем и встречаем вирусные заголовки, заходим на статью, а там совершенно о другом. И это печально, потому что мы таким образом теряем нашу аудиторию. Итак, следующий заголовок. Заголовок, который должен иметь в себе слово free. Free это самое любимое слово копирайтеров. Это самое сильное слово копирайтеров. То есть, если у вас есть что-то free для вашей целевой аудитории, пожалуйста, используйте это слово. Например, five free iphone apps. Пять applications для айфона. То есть, бесплатных. Если вы можете обязательно, только не обманывать. То есть, если вы можете дать что-то free, обязательно это используйте в своем заголовке. Еще у нас очень много заголовок. Вы не можете сказать, а вот у меня конкретная целевая аудитория. Например, у меня взрослые люди, мужчины и женщины за 65, которые покупают страховку life insurance. Тогда вам нужно указать вашу целевую аудиторию в непосредственно в самом заголовке. И тогда те, кто не является вашей целевой, они просто будут скроллить дальше. Им будет эта статья неинтересна. То же самое, например, То есть, мы четко обозначили свою целевую аудиторию young and ambitious managers. То есть, если вы не young и не ambitious, тогда вы дальше читаете просто. Ищите ту статью, которая вам будет более интересна. Ну, это так немножко мы взяли. А еще, еще забыла. Еще хотела вам сказать, что очень популярны сейчас заголовки. Типс, вейс, вейс. Например, five tips to save money. То есть, пять подсказочек вам таких, как сэкономить денежку. To save money for traveling, например. На путешествии. И сейчас я заметила такую тенденцию, что очень часто начали, вот уже five tips не катит, да. Сейчас уже добавляют такие слова, прилагательные, как five effective tips, five top tips, да. То есть, five top ways, five effective ways. То есть, очень популярные в данный момент. И это все сейчас в топе, да. Уже в топе не просто five tips или ten tips, а уже идет такое добавление, да. То есть, каждый раз мы усовершенствуем. Ну, и в следующий раз мы узнаем, что будет новенько. Итак, сегодня мы еще должны с вами затронуть алгоритм построения заголовков. На примере, на нашем примере, который мы даем. Итак, очень часто клиент вам сам дает ключевое слово, да. Ключ для заголовка. Если он не дает, мы сами по смыслу, по тематике определяем этот ключ, да. Потом мы выбираем созвучные слова с этим ключом, да, и которые логически подходят. Либо очень классно сейчас фишку брать фразеологизмы, цитаты из книг, какие-то просто цитаты знаменитых людей, которые у всех на слуху. Только те, которые у всех на слуху, чтобы люди понимали о чем, да. Мы опускаемся до среднестатического уровня человека, и тогда мы уже берем те фразеологизмы, либо цитаты, которые используют. Ну, например, самое используемое. Это to be or not to be Шекспира, да. To be or not to be, that is the question. А если нам нужно продать, ну, например, фортфиесту, мы можем обыграть этот фразеологизм, да. Мы можем сказать фортфиеста. To buy or not to buy, that is the question. Ну, и заинтересуется. Я бы заинтересовалась, да. Вот, и еще, еще пример. Например, нам нужно было написать блог, статью в блог о Lemon Law. Что такое Lemon Law? В Америке Lemon Law это закон, который защищает покупателей, которые покупают бэу-машины, скажем, дефективные. Lemon – это не только лимон в английском языке, это может быть еще и дефект, что-то с дефектом. Поэтому нам надо было красиво сделать такой вот яркий, вкусный такой заголовок. И мы начали думать. Ага. Ну, что можно, что у нас обычно ассоциируется с лимоном? Ну, лимонад же ж, конечно же. Вот, поэтому мы подумали. Ага. How to make lemonade out of lemons? И поскольку у нас Lemon Law, это как игра слов, мы заменяем лимоны на Lemon Law. И получается. How to make lemonade out of Lemon Law? То есть мы уже таким образом, креативным, подходим к нашему, да, к нашей целевой аудитории. То есть я бы тоже заинтересовалась таким заголовком, действительно прочла. Даже если я не знала, что такое Lemon Law, меня бы это заинтересовало. Вот. Ну, а на сегодня, к сожалению, все. Рад была вас видеть. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, задавайте, будем рады ответить на них. И до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал.